Любовь Иосиф Потому Господь и дал нам заповедь любить Его от всей души и сердца, чтобы лукавый в нас не нашел себе ни места, ни упокоения. Старец Амфилохий говорил о любви, которую мы должны питать ко Христу. Когда сердце наше не имеет любви ко Христу, тогда мы не можем делать ничего. Мы тогда, как корабли, не имеющие топлива для своих двигателей. И добавил, будем всегда с любовью помышлять о Христе, нашем Спасителе, чтобы душа наша радовалась. Любовь никогда не иссякнет. Обращенная ко многим, она не уменьшается. Об этом старец Эпифаний говорил. Настоящая любовь похожа на пламень свечи. Сколько бы ты не зажег от нее других свечей, первое пламя остается целым. Оно не уменьшается нисколько. И любая новая свеча имеет столько же пламени, сколько и другие. Старец Иосиф говорил, когда благодать действует в душе молящегося, тогда изливается любовь Божия так обильно, что и не может человек удержать того, что чувствует. Потом обращается любовь эта к миру и к человеку, которого молящийся любит настолько, что сам желает взять на себя всю человеческую боль и несчастье, чтобы других освободить от них. И вообще сострадает каждой скорби и тесноте, и даже самим бессловесным животным. Так что и плачет, когда думает об их страданиях. Это свойства любви, которые приходят при молитве. Поэтому и преуспевающие в молитве не перестают молиться за мир. Именно благодаря им Бог продлевает существование мира, хотя люди этого не сознают и не ценят праведников. Знайте же, что когда они исчезнут, тогда придет конец мира. Старец Иероним говорил, «Хочешь много любить людей, возлюби много нашего Христа, и увидишь, насколько ты будешь любить людей, даже если и не будешь их видеть. Любовь должна быть главным признаком христиан». Старец Амфилохий говорил, «Мы должны иметь любовь к личности Христа, и эта любовь необходима нашим душам. Любовь к творениям Божиим, к животным, деревьям, цветам, птицам, и прежде всего, к совершеннейшему творению Божию, человеку». Тот же старец советовал, «Чадо мое, сердце твое, да наполняет всегда небесной любовь, и да изливается она только в высоких и божественных желаниях. Тогда услышишь божественную беседу жениха, которому ты поклоняешься, и который рад беседовать с тобой, когда сердце твое будет престолом его. Сердце свое ты должен непрестанно хранить, как святую дароносицу». Мы восхищаемся святыми отцами нашей Церкви и совершенными ими аскетическими подвигами. Но что же их укрепляло и поддерживало? Старец Анфим объяснял, «Отцы были защищены непоколебимой верой в Бога и воспламенены божественной любовью. Бог промыслительно оставлял их, чтобы они почувствовали муки и боли, а затем утешал их своей благодатью настолько, что все земное им казалось ничтожным и скучным». Старец Паисий говорил, «Питаемые любовью Божией часто равнодушны к вещественной пище, потому что сладость общения с Богом как бы заглушает внешние ощущения». И добавил, «Когда сердце зажигается от любви Божией и само становится пламенем, тогда оно может попалить суету, прикасающуюся к нему. И когда такой человек проходит в своей жизни через огненные испытания, он имеет внутренний мир». О любви, которую мы должны иметь к досаждающим нам и огорчающим нас лицам, старец Порфирий давал советы. «Каждый человек, который нас оскорбляет, вредит нам, клевещет на нас и обижает нас каким бы то ни было образом, это наш брат, попавший в руки злодея, дьявола. Если нам встретится этот брат, то нужно нам много скорбеть о нем, сострадать ему и безмолвно с теплотой молить Бога, поддержать нас в трудную минуту нашего испытания и помиловать брата нашего, ставшего жертвой дьявола. И Бог поможет и нам, и нашему брату». Тот же старец о любви к ближнему говорил следующее. «Когда наш брат ошибается, мы должны перенести его искушение. Истинная любовь нас вдохновляет на жертвы ради ближнего. Без жертвы своим осуждением мы подталкиваем согрешившего брата на еще более низкое падение, в то время как безмолвной жертвой нашей любви и тайной молитвой за него мы пробуждаем его совесть, которая поднимается и осуждает его. И так он кается и исправляется». О достоинстве любви старец Филофей говорил, «Если человек построит дом и оставит его без крыши, то этот дом ни на что не годен. Так же и человек, если приобретет все добродетели, но не стяжает любви, то дом его добродетелей останется без крыши и будет непригодным». Старец Порфирий говорил, «Истинные христиане, в душах которых обитает Христос, не способны ни к чему другому, кроме как любить всех людей и даже своих врагов». И добавил, «Наша любовь к друзьям имеет в себе нечто чужеродное, эгоистический расчет, тщеславие, чувственную слабость кому-либо, но как венец любви наша любовь к врагам, она чиста». Послушание — это условие любви. Старец Иосиф Исихаст говорил, «Настоящая любовь не бывает без подчинения». Как ты можешь оказывать любовь и услуживать, если не покорился воле другого? Любое движение настоящей любви есть услуга, и, значит, послушные прилагают двойное усилие. С одной стороны, вера тому, кто дал поручение, а с другой — любовь, примененная в том служении, которое совершается. Любви учил христиан и старец Георгий из города Драма. Великое достоинство и награду имеет тот христианин, который любит всех своих собратьев и первым прощает тех, кто сделал ему зло. Поэтому, если мы и делаем все добрые дела, а ближнего своего не любим, то мы не делаем ничего. Сами по себе мы — ноль ничто. Любви, братья мои, ждет от нас Бог. Старец Профирий говорил, «Чтобы Тебя любили другие, прежде должен возлюбить их ты».